Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим, размещаем большое количество аналитического контента вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, друзья, мы продолжаем следить за европейской валютой, за индексом доллара, за рынком нефтью, за золото. Если проводить параллели с вчерашней торговой сессией, я скажу, наверное, буду прав, что особо сильная ситуация не изменилась. Индекс доллара продолжает консолидироваться в районе 112 пунктов. И снова повторюсь, что, скорее всего, такая вялая динамика будет наблюдаться вплоть до следующей недели, когда состоится заседание американского регулятора. Вот это событие мы с вами ждем довольно-таки давно, потому что прекрасно понимаем, что именно решение Федрезерва по ставке станет следующим триггером для движения курса американского доллара. И заранее, чтобы придерживаться конкретной фундаментальной идеей, не метаться из стороны в сторону, я много раз подсветил нам возможности торговли индексом доллара через открытие длинных позиций, потому что дальнейшее повышение процентных ставок – это, конечно же, отличные условия для того, чтобы индекс доллара сохранил бычью динамику. Накануне стоит отметить комментарий представителя главы, скажем так, ФРБ о Филадельфии Патрика Харкера, который обозначил такое тотальное разочарование членов американского регулятора абсолютно неэффективностью тех решений, которые регуляторам были уже приняты. Это, конечно же, акцент на повышение процентных ставок, которые уже были многократными, но, к сожалению, базовая инфляция продолжает активно расти и остается на максимум за последние 40 лет. Причем, такого рода комментарии были завершены Харкером тем, что, поскольку прежняя тактика повышения ставок не работает, это означает то, что американскому регулятору стоит подумать о новой тактике, которая будет предполагать уже более активное повышение ставки. Его скромный прогноз – это повышение ставки в ноябре, то есть на заседании на следующей неделе на 75 байсных пунктов фактически ставка американского регулятора упрется в 4%. Дальше в декабре будет еще аналогичное повышение до 4,75%. И, таким образом, к марту мы действительно придем к тому, что ключевая ставка американского регулятора будет выше 5%. Очень важный, кстати, будет отчет на этой неделе по темпам экономического роста. И этот отчет вполне может повлиять на риторику американского регулятора на ноябрьском заседании. Как правило, показатель по ОВП я его не превозношу никогда. И все-таки, если говорить о процентной ставке, то нужно делать отсылку только лишь на non-farm payrolls и на показатели инфляции. Но сейчас немного другие условия, друзья. Сейчас на ФРС оказывается серьезное давление со стороны общественности, со стороны тех, кто всех и всегда критикует о том, что ужесточение монетарной политики может ускорить процесс ползания американской экономики в рецессию. И поэтому предстоящий отчет по ОВП, пусть он и будет за третий квартал, его сильные данные могут придать большую уверенность американскому регулятору в дальнейшей, более агрессивной борьбе с инфляцией. Потому что в случае более-менее стабильных показателей по экономическому росту ФРС всегда сможет сделать отсылку на них и сказать, что дальнейшее повышение ставки уместно, потому что рецессия в американской экономики еще не наступила. А судя еще и по последнему отчету по Non-Farm Perls, которому, в принципе, тоже придираться не нужно, я полагаю, что американскому регулятору нужно пойти на какое-то прям сверхагрессивное повышение ставки, чтобы действительно перед американской экономикой замаячила вот эта угроза либо риск рецессии. И, кстати, сам американский регулятор уже неоднократно подчеркивал, что несмотря на вот эту критику, несмотря на желание всех спрогнозировать какой-то коллапс американской экономики, такие риски лично американский регулятор видит как незначительные. И здесь тоже как бы есть небольшое лирическое отступление. ФРС уже ошибался неоднократно. Но вот самая последняя ошибка была, по сути, в начале этого года, когда ФРС транслировал идею о том, что высокая инфляция – это временное явление. А потом он вынужден был отказаться от этих слов, потому что прекрасно понимал, начал понимать, что это уже не временное явление. Но надеюсь, что сейчас до этого дела не дойдет. Если ФРС отмечает, что пока что вероятность рецессии крайне низкая, давайте попробуем положиться на его точку зрения, потому что она никак не противоречит тому подходу к доллару, который мы взяли за основу торговли. Это открытие длинных позиций по индексу американской валюты. И, словом повторяю, сейчас котировки в районе 112 пунктов. Мы, соответственно, ждем этот инструмент еще выше. Десятилетние облигации. Я всегда привожу их в качестве довода поддержки для доллара. Их доходность сейчас на отметке 4,20%. Это максимум почти за 15 лет, друзья. И доходность как раз американских облигаций, десятилетних трежерис доказывает то, что американский регулятор будет и дальше повышать процентные ставки. Поэтому пока не прошло ноябрьское заседание, пока мы не получили каких-то серьезных убедительных сигналов от самого американского регулятора, что нужно замедлить темпы повышения ставки, я предлагаю выбросить эту точку зрения и идею из головы и просто сейчас стоять по ветру. В данном случае ожидать предсказуемого повышения ставки как минимум на 75 базисных пунктов и соответствующей отдачи для американского доллара. Золото пока что у нас как сочная спекулятивная сделка покупка именно до заседания Федрезерпа. Там уже посмотрим, как будем действовать. Я думаю, что 1670, как я и говорил, и потенциально выше, мы в ближайшие дни по золоту легко можем увидеть. Европейская валюта 0,98,83. Несмотря на рост тучи над европейской экономикой сгущаются, высокая инфляция, ухудшение перспектив экономического роста. Вчерашний блок данных по PMI еврозоны и ключевых стран ЕС и отчетов по сфере услуг. Ну, я думаю, что по еврозоне стоит сказать. Производственный сектор просел с 48,4 до 46,6. Это новый исторический минимум, друзья. Сфера услуг тоже просела с 48,8 до 48,2. Соответственно, тоже рекордный показатель. Сегодня, кстати, выйдут данные 8,00 по GMT, по бизнес-оптимизм. После таких данных, разумеется, статистика будет крайне плохой. И это еще один аргумент, еще один сигнал, чтобы сложилось общее представление о том, что европейская экономика, конечно же, движется к рецессии, которая наступит уже в конце этого года. Кстати говоря, на саммите ЕС в конце прошлой недели, когда я как раз отсутствовала, обсуждали возможность, скажем так, меры и пути преодоления энергетического кризиса в предстоящий зимний сезон. И основная инициатива, которая рассматривалась дольше других, это введение предельных цен на поставляемые углеводороды в страны Европейского Союза, в частности, на газ. Ну, то есть, если страны Европейского Союза договорятся и не будут покупать у импортеров цены выше определенного уровня, то это позволит ЕС избежать какой-то затяжной рецессии, усиленной еще энергетическим кризисом и тем, что страны валютного блока не справятся с более высокими ценами на углеводороды. Ну, хорошо, что страны ЕС отказались вовремя от этой инициативы, потому что все мы прекрасно понимаем, что если этот лимит, предельный уровень цен будет установлен, то импортеры просто предпочтут не работать себе в убыток и не станут поставлять газ, нефть в страны Европейского Союза, отправят их на другие рынки. И такая вообще мера может привести к тому, что ЕС вовсе останется без энергетического сырья. Но ее отклонили, поэтому в целом продолжаем работать с тем, что было раньше. А раньше у нас, собственно, было то, что энергетический кризис приближается и выхода из него пока что нет. Поэтому ждем снижения европейской валюты к прежним целям в районе 0,97-0,96. Нефть растет 89 долларов за баррель минимум вчерашнего дня, сейчас уже 91,50. Мы когда с этих уровней нефти покупали, ждем, соответственно, развития дальнейшей восходящей динамики. И доллар-иена постепенно ждем дальнейшего снижения. Пытались вчера вернуть в район 150 иен за доллар. Но хорошо, что сейчас удержали в районе 149. Банк Японии в интервенциях не признается и решил выбрать сейчас для себя следующую тактику, что будет скрыто проводить эти интервенции и не подтверждать факт расходования резервов. Но мы по движению видим, есть интервенции или нет. Я думаю, что вмешать продолжится и дальше, поэтому ждем пару долларов-иена в районе 145-140 иен за доллар. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой связи. Всем пока!